Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесным». Как мы вам и обещали, сегодня мы продолжим эту удивительную и увлекательную историю, историю освоения Сибири. И у нас в гостях вновь епископ Лютеранской Церкви Александр Франц. Александр, добрый день, добрый день! Так рад видеть вас! Здравствуйте, взаимно, потому что мне интересно как-то продолжить опыт нашего общения. Ну и, может быть, вот чем-то еще поделиться, как сибиряку с жителями европейской России, можно сказать. Вы знаете, вы рассказываете нам историю неизвестной России, вообще неизвестной Сибири. Мы мало что знаем. Живем, так сказать, московское наше княжество, да, и все, кто около. И вообще не знаем, как это все происходило. И давайте сегодня поговорим, с чего началось, как Сибирь начала осваиваться и как протестанты там оказались. Это очень интересная тема. Ну, как-то у нас больше, наверное, в России освещается, ну, если мы крутимся там, варимся в своем протестантском котле, больше рассказывается о протестантах все-таки именно европейской части России. Как они появились в границах московского государства, кто из них прославился, достигнув больших высот государственной службы. А вот Сибирь, она как-то вот так проходит у нас краешком. Хотя, если вот говорить именно об истории появления протестанта в Сибири, то это тоже такая достаточно многовековая история. Собственно, вот когда я начал писать книгу, я пишу книгу как раз об истории протестантизма в Сибири. И мне самому было удивительно, когда же, собственно, протестанты появляются в Сибири, где можно было заметить первых этих людей. Я для себя с удивлением обнаружил, что первые протестанты еще присутствуют в войске Ермака. Как они там оказались, это 1581 год. А Строгановы, купцы Строгановы, которые были заинтересованы в расширении своей торговли и как-то в присутствии не только на Урале, но и в Сибири, они создают, собственно, ну, не знаю, говоря современным языком, мы бы сейчас сказали такой ЧВК, частную военную компанию, во главе которой они ставят Ермака, обладающего таким большим военным опытом. И вот к этой частной военной компании Ермака они преддают, она насчитывала около от 800 до 1000 человек. Александр, немножко перебью, разное слышал, но ЧВК, вы интересно задали. Ну, она фактически выполняла роль ЧВК, потому что финансировалась Строгановыми, ну, а фактически делалось это, ну, где-то еще под контролем государства, потому что государство тоже было заинтересовано сделать Сибирь частью территории России, ну, вот, руками Строганова. И где-то 150-200 человек вот в этом войске Ермака как раз составляли, их называли людьми огненного боя. Это были иностранцы, которые, ну, либо приезжали в Россию, там, как говорили, за чинами и званиями, именно как военные, либо попадали в плен в Ливонскую войну. И вот все, так или иначе, они оказались у Строганова, и вот Строганов, собственно, передарил их Ермаку. Они участвовали в этом походе, отличились. Ну, мало, конечно, кто из этого количества смог выбраться потом обратно. Ну, по крайней мере, в завоевании Сибири они, эти протестанты, они приняли такое прям, можно сказать, деятельное участие. Ермак им был доволен, и их там имена отразились там в последующих летописях участников этих походов. Это, вот, собственно, с этого началось, наверное, можно сказать, проникновение протестантов в Сибирь. Ну, прошло совсем немного времени, и где-то, может быть, спустя 25 лет следующая группа протестантов попала в Сибирь. Таким образом, они, это были служивые люди, которые служили Ивану Грозному, потом Борису Годунову и Лжедмитрию. Вот они, у Лжедмитрия они выполняли роль телохранителей, это был достаточно большой отряд. Про него вспоминают, когда рассказывают о богослужениях, о протестантских богослужениях, которые при Лжедмитрии проводились в Кремле, за что его укоряли бояре, говорили, не боже сюда вот пускать этих людей другой веры. Но, как это объяснял уже Дмитрий, он говорит, это же мои телохранители, я не могу отпустить их, чтобы они шли там, проводили свое богослужение где-то вниз стен Кремля, меня должны охранять. Поэтому вот он допускал к ним пастора, они проводили богослужение, что можно сказать, на рабочем месте. И вот когда, собственно, да, уже с Лжедмитрием закончилось, получилось, что они не захотели служить Шуйскому, и они ушли к Ивану Болотникову. Слушайте, это какая-то прям неизвестная история нашей страны, потому что все время, ну, простой, ну, вот скажем, я так обыватель, да, на фильмах на каких-то, на книгах на обычных, да, нам казалось, что это поляки все, это все католики, скорее всего, его хотели захватить. А тут, получается, и протестанты служили у него? Нет, это был фактически отряд, состоящий из протестантов, ну, лютераны, как вот, наверное, как писалось в советских учебниках, кальвинистов, ну, то, что мы называем реформатами. Ну, лютеран там было больше в этом отряде, и они, ну, скажем, с большим энтузиазмом участвовали в войне на стороне Болотникова, тоже отличились в боях, имели при себе пастора, который потом с ними попал в ссылку. Вот, собственно, откуда их началось движение в Сибирь, они участвовали в обороне Тулы, и, собственно, в Туле их царская армия взяла в плен. Ну, так как они были хорошими специалистами военного дела, достаточно грамотными людьми, ну, а такими людьми не разбрасывались, поэтому они вместе со своим лютеранским пастором были отправлены в Сибирь на поселение и занимались здесь, ну, достаточно такие значимые должности. Ну, как бы они своей службой отрабатывали тот грех, что когда-то служили Болотникову. Их было уже не так много, порядка 50-60 человек сюда попало. Но они все здесь остались на жительство. Ну, вот вы сказали Тула, мы Калуга рядом, и мы знаем, что все калужане знают, в восстании Ивана Болотникова было у нас тут Калуга все это держал. Ну, Дмитрий был у нас, и Марина Миша. Не знаю, не случились ли они под Калугой, сражаясь с царскими войсками, но вот под Тулой, да. С ними был еще один интересный персонаж. Он был... Их было три брата по фамилии Фидлер. Они все, так или иначе, так же, как отец, имели отношение к врачебному делу. И вот один из братьев, Фридрих Фидлер, служил врачом еще при дворе Ивана Грозного, потом оказался при дворе Шуйского, и Шуйский предложил ему отравить Ивана Болотникова. По какой-то причине он согласился, отправился в лагерь Болотникова, но сразу по прибытию сообщил Болотникову об этой идее Шуйского. Естественно, Болотников его за это признание наказывать не стал. И вот, собственно, он в Туле вместе с другими протестантами, этот Фридрих Фидлер, который был лютеранином, он тоже попал в плен и был фактически, вот после их отправки в Сибирь, он в Сибири был, наверное, первым таким европейски грамотным врачом. А его прапраправнук, один из его прапраправнуков, вот так волею судьбы оказалось, он был, Владимир Фидлер, он был советским инженером, принимал участие в строительстве Уралмаша, был вызван в Москву на совещание, когда, собственно, завод уже практически был достроен. И на этом совещании он был назначен главным инженером Уралмашем. Вернулся с совещания в гостиницу, там с ним случился сердечный приступ, и вот он умер, так как бы не приступив к исполнению обязанностей. Его прах был примирован, Прахову был в урне похоронен в таком большой усыпальнице, которая была специально сделана для него в тогдашнем Свердловске. Но буквально там спустя короткое время после его похорон, были, как это тогда свойственно, в 30-х годах были такие компании разного рода разоблачений. Посмертно он был причислен к врагам народа, этот памятник усыпальнице был разрушен, а его урну выкинули. И один из рабочих Уралмаша эту урну подобрал, долгие годы хранил ее у себя дома, и уже в 60-е годы, в хрущевские времена, передал родственникам Фидлера. И она была похоронена на одном из Свердловских кладбищ. Ну так вот история от царского лекаря и несостоявшегося отравителя Болотникова переходит, в моем понимании, достаточно органично на Уралмаш. Ну и далее, кстати. Вас интересно слушать, Александр, очень интересно, потому что история как-то вся перемешивается, да? А у них персонажи моей книги, поэтому как бы для меня они уже такие свои люди. Кто еще был в Сибири? Вот, собственно, третья уже совсем большая группа, многотысячная протестантов, которая проникла в Сибирь, и тоже, кстати, не по своей воле. Это были военнослужащие армии шведского короля Карла XII, которые попали в большом количестве в плен, были через Москву отправлены в Сибирь, и вот в частности в Тобольск, которая тогда считалась, ну, можно сказать, столицей Сибири, и здесь вынуждены были обретаться. Вот в числе их был вот еще один из персонажей моей книги. Курт Фридрих фон Врех, это был капитан шведской армии, он служил в Драгунском полку, попал уже в плен после Полтавы, и вот вместе с остальными пленными, из которых, ну, как бы значительная часть были не только там этнические шведы, там служило очень много немцев, они происходили из той части Германии, которая тогда принежала шведской короне. И вот как сам Курт Фрех это описывает, по дороге в Сибирь у них произошло какое-то такое духовное перерождение, потому что, как бы, очень были тяжелые условия плена, часто они голодали, приходилось идти пешком, огромные расстояния, они не знали, что с ними будет дальше, то есть они фактически готовились умирать. И вот тогда, тогда они вспомнили о Боге, они стали проводить постоянные богослужения, они познакомились с трудами такого известного пиетиста из Галлии, Франки, они читали его работы, и уже по прибытию в Тобольск первым делом они создали протестантскую общину, построили себе небольшую церковь, и вот чем потом занимался Курт Фрех, он, не знаю, имел какую-то, наверное, природную такую тягу, он создал школу, и уже дальше он прославился как достаточно такой талантливый педагог. Эта школа была, ну, прежде всего, создана для детей военнопленных, они там обзаводили семьями, ну, как бы, было достаточное количество учеников, а потом уже, когда пошла слава об этой школе, уже русские люди, живущие в той местности, достаточно богатые, известные люди, они стали отдавать своих детей в школу в Рехов. Вот там была разработана специальная методика Франки в Германии. Германия снабжала учебной, ну, как бы сейчас сказали, учебной литературой эту школу, помогала деньгами, помогали деньгами пиетисты из Москвы, пиетисты даже из Архангельска, ну, вот, собственно, из Галли. И на эти деньги школа существовала, она была задумывалась, ну, что, то есть, помимо глубоких знаний, задумывалась, что она будет еще такой школой, которая будет выращивать миссионеров. И эти миссионеры, ну, как бы, по договоренности уже, вот, с российскими властями, они будут проповедовать не среди православных, а среди коренных народов Сибири. То есть, были такие далеко идущие планы, ну, вот, практически где-то 12 лет эта школа существовала. Ну, вот, мне интересно очень, я хотел вас спросить, это вот, много было после Полтавской битвы пленено, вот, иностранцев, много их осталось здесь, в России. И вот это вот... В Сибири отправлялась, там, называются разные, от 5-7 до 10-12 тысяч. То есть, достаточно очень много. Но, а когда, вот, уже после, вот, этого 12-летнего плена, когда, ну, появилась возможность вернуться домой, большинство из них все-таки уехали, но были некоторые, которые остались, был вот такой загадочный персонаж, он тоже из моей книги по прозванию Сильвестрыч. Никто не знает, кем он был по нас, ну, скорее всего, он был немцем или туранином, но никто не знает, как его на самом деле звали, звали, все знают только это прозвище Сильвестрыч. Он решил продолжить, вот, дело Вреха, и когда уже Вреха и другие военнослужащие уехали, он остался и пытался, ну, школа его уже была меньше, но как-то пытался преподавать, преподавал там тоже иностранные языки, преподавал пение, игру на музыкальных инструментах, и вот там всплывает другой такой, ну, как бы, интересный исторический персонаж. Там учились дети Мировича, и один из них, один из учеников, про которого сказано, хорошо играл на бандуре, пел и имел склонность к стихосложению. Он потом стал известным тем самым боручиком Мировичем, который пытался освободить Иоанна Антоновича и вот совершить в России государственный переворот. Ничего, конечно, из этого, как мы знаем, не получилось, но, по крайней мере, вот учеником этой школы он был. Скажите, а как царское правительство вот смотрело на то, что, казалось бы, православные идут в школу к иноземцам, к иноверцам? Разрешалось это тогда? Ну, трудно сказать, как относилась, как мы сейчас бы сказали, федеральная власть, но местные власти, конечно, они только этому радовались, потому что, собственно, это была, наверное, единственная гражданская школа в этой местности, тем более там преподавали, ну, как бы грамотные люди с европейским образованием и давали глубокие знания, поэтому, собственно, как бы с охотой отдавали учеников, еще даже помогали в содержании школы, кто-то помогал продуктами, кто-то помогал деньгами из местного населения, да, им нравилась эта школа. Интересно. Ну, вот вы когда начали рассказывать, да, бы свои не съебили, вы сказали, люди огненного боя, это что такое? Это пушкари какие-то, значит? Ну, они были вооружены в огнестрельном оружии, мы, собственно, их использовали так, как специальный отряд, где вот этого огнестрельного оружия у них было достаточно, ну, то есть, как бы, было такое разделение труда на войск термака, они как раз отвечали за вот за эту стрельбу из мушкетов, пищали, этим выделяли. Очень интересно. Если вы позволите, я бы еще несколько слов сказал про Курта Вреха, я почему его вспомнил, потому что, когда закончилось, вот, закончился его плен, и можно было возвращаться домой, он возвращался через Петербург, и вот даже есть такая легенда, что сам Петр I уговаривал остаться в России, попытаться такую же школу, какую он сделал в Тобольске, воссоздать теперь уже в Петербурге, но он от этого отказался, он отправился в Стокгольм, в Швецию, там он получил отставку от службы, то есть, он как бы уволился, ну, там, со всеми полагающимися этому моментами, и дальше он отправился в Европу, сейчас это город Жары в Польше, а тогда город назывался Зурау, это Нижняя Саксония, и там уже пребывала к этому времени его семья, которая дожидалась его из плена, он воссоединился с семьей и стал служить, его пригласили служить, был такой местный граф фон Промниц, он служил воспитателем его детей, то есть, ну, как бы там применял дальше свои педагогические навыки, но чем он интересен, вот еще, он написал книгу о своей жизни, о своих злокучениях в Сибири, книга называлась «Истинная и обстоятельная история пребывания шведов в России и Сибири», он такое назвал, он такое длинное название имел, в 1725 году он ее издал, но издал он ее только на немецком языке, по-моему, до сих пор она так не переведена на русский, хотя вот, ну, как бы, все равно историки о ней вспоминают, есть такой хороший автор Черказьянова, по-моему, Ирина Васильевна, она как раз много писала и о самом Врехе, и вот о его школе в Тобольске, и вот когда эта книга была издана, то, ну, в принципе, Зарау был маленький городок, она имела там хождение, ну, и как бы сам, сам Врех был достаточно известным персонажем, потому что, ну, сами понимаете, кто из этого маленького городка куда ездил, и тут приезжает такой человек, который вот, ну, практически вот невольно, да, он там побывал с войсками Карла XII на Украине, потом в Петербурге, в Москве, в Тобольске, то есть он, ну, наверное, был интересным рассказчиком, и книгу его читали, и вот из этого же городка происходит, ну, юноша, который потом стал первым лютеранским пастором, тогда он был еще юноша, первым лютеранским пастором на Алтае, и по всей видимости, он его книгу читал, потому что, ну, что его заставило поехать в Сибирь, достаточно необъяснимо, но если, если знать о его знакомстве с Врехом, тогда, ну, как бы, тогда мы можем предположить, что как-то, наверное, книга Вреха на него повлияла, почему она в праве. Александр, спасибо. Может быть, в следующем нашем сюжете мы расскажем о нем, вы расскажете о нем, очень интересно. Благодарю вас, благодарю наших слушателей, и это наш новый проект «Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия». Благослови Господь. «Неизвестная Сибирь» «Неизвестная Сибирь» «Неизвестная Сибирь» «Неизвестная Сибирь» «Неизвестная Сибирь»